Всегда ли мы уделяем достаточно внимания печени? Насколько важно, чтобы печень хорошо работала? Что может улучшить состояние печени? Смотрите видео до конца и узнаете, как можно поддержать печень. Печень – это самая большая железа организма. Она выполняет множество функций, постоянно воюет с ядами и токсинами, способна регенерировать. Но в некоторых случаях может давать сбои, и тогда необходимо помогать органу восстанавливать функционирующие клетки. Печень – очень терпеливый орган, она начинает просить о помощи тогда, когда может быть уже поздно. Поэтому лучше всего не подвергать свою печень токсическим воздействиям. В каких случаях страдает печень? Оказывают токсическое воздействие на печень, приводят к нарушению её работы, ухудшают состояние гепатоцитов клеток печени. Следующие моменты. Инфекционные заболевания, при которых в основном поражается печень – вирусные гепатиты. Или может поражаться печень. Иерсиноз. Заболевания печени, в результате которых формируется фиброз печени. Цирроз различной этиологии – вирусный, токсический, кардиогенный. Применение лекарственных препаратов приводит к поражению клеток печени, некоторые антибиотики, гормоны, анальгетики. Употребление алкоголя приводит к развитию алкогольного поражения печени. Ожирение, при котором в клетках печени откладывается жир, вызывая сначала жировой гепатоз, потом жировой гепатит. Желчекаменная болезнь, воспаление желчного пузыря, желчных протоков приводит к поражению клеток печени, развитию холонгиогенного гепатита. На состояние печени откладывает отпечаток качество употребляемой воды и характер пищи. Почему так важно, чтобы печень хорошо работала? На этот вопрос можно ответить простым перечислением основных функций печени. От работы печени зависит состояние всего организма. При печеночной недостаточности развивается печеночная энцефалопатия, поражение головного мозга, а в тяжелых случаях – печеночная кома. Печень выполняет следующие функции. Постоянно очищает кровь от токсических продуктов, попадающих из внешней среды и синтезирующихся в результате биохимических реакций, протекающих в организме. Вырабатывает желчь – важный пищеварительный секрет, осуществляющий расщепление пищевых продуктов. Участвует в синтезе гемоглобина и факторов, свертывающие системы крови. Принимает активное участие в обмене веществ, способствует образованию некоторых гормонов. Сохраняет, депонирует витамины, микроэлементы, кровь. Является поставщиком и хранителем энергетических ресурсов организма. Конечно, если печень начинает давать сбой, то происходит нарушение работы организма. Именно поэтому стоит поддерживать печень, употребляя продукты, оказывающие положительное воздействие на клетки печени. Как можно поддержать работу печени? Говорить о том, как поддержать работу печени, надо начинать с того, что следует отказаться от употребления гипотоксичных веществ, в первую очередь алкоголя, некоторых медикаментов и продуктов, содержащих химические наполнители. Продолжить тем, что следует пить достаточно воды, не менее полутора литров в день, вода промывает клетки печени и вымывает из них раздражающие вещества. Ну и в заключении, о продуктах, которые помогут печени. Черная смородина с сахаром, летом свежая, зимой подготовленная летом пятиминуткой с протертой ягодой. Смешивать ягоду с сахаром надо в пропорции 1 к 2. Мед с творогом. На 100 граммов творога 2 столовые ложки меда есть 1 раз в день. В период сезонного созревания – арбуз. Отвар шиповника с медом. Настой из корня лопуха, который надо приготовить в термосе, залив литром кипятка 5 столовых ложек корня лопуха. Настаивать 5 часов. Принимать по 50 мл 3 раза в день перед едой. Настой молодых листьев березы. 150 граммов сырья надо настаивать в 600 мл теплой воды в течение 6 часов. Принимать по 100 мл 2 раза в день. Для печени полезны сладкие компоты, варенье, но особенно мед. Для того, чтобы печень хорошо и без сбоев работала, надо стараться выполнять указанные рекомендации, а главное – отказаться от разрушающих ее веществ. Напишите нам под этим видео, что вы думаете по этому поводу. А чтобы не пропустить новые познавательные ролики про здоровье и долголетие, подписывайтесь на наш канал. При нажатии на колокольчик не забудьте отметить, что хотите получать все уведомления. Здоровья вам и долголетия!